У меня большое удовольствие и честь присутствовать на этом празднике, посвященном нашему другу и коллеге дорогому, Валерию Васильевичу. Вопросы движения тел с внутренними какими-то элементами, массами, это давно было одной из интересных задач механики. И, кстати, Валерий Васильевич занимался в известной мере такими задачами. То есть вопросы, которые здесь возникают, вот как внутренние массы или какие-то элементы, находящиеся внутри твердого тела, как они влияют на движение системы. Ну, этим вопросами с разных точек зрения много людей занималось. А вот в последнее время меня заинтересовал вопрос, как управлять движением твердого тела с помощью внутренних подвижных элементов. внутренних масс, которыми мы можем управлять. Но это вспомогательные какие-то массы, единственная цель существования которых заключается в том, что они помогут управлять движением тел. И, в общем, такого рода системы, у которых имеются внутренние массы, они даже получили сейчас название капсульные роботы. И капсульные роботы, подвижные роботы, которые могут перемещаться в разных средах, и единственный способ управления для которого заключается в наличии подвижных внутренних масс. У таких роботов может не быть никаких внешних элементов, никаких ног, колес, других внешних частей подвижных, и они могут вообще выполнены быть герметически. То есть это герметический объект, он может быть герметическим, хотя это не обязательно, и за счет перемещения внутренних масс он будет двигаться. Конечно, это возможно только в том случае, если этот объект находится в среде, где есть какие-то внешние силы, потому что ясно, что в вакууме такая система не может перемещаться, центр массы ее не должен двигаться. А во внешней среде, будь то сухое трение, будь то жидкость, это движение возможно, и оно осуществляется. Ну вот такими вопросами мы заниматься начали некоторое время назад, и я кое-что рассказывал об этом, в частности и здесь, в институте, на одной из конференций. Ну я поэтому кратко повторю то, что было сделано до того, и расскажу о том, что уже в последнее время мы делали. Ну вот тут краткий план моего выступления. Вот здесь показаны простейшие такие капсульные роботы. Первая верхняя картинка – это кусочно-постоянная скорость внутренней массы относительно тела. При наличии сухого трения. Это объект стоит на горизонтальной плоскости при наличии колонного трения. Нижняя картинка отвечает тому, что ускорение кусочно-постоянно. То есть, если мы управляем скоростью, то неизбежен обратный ход, как вы видели на верхней картинке. Там обязательно, ну это мы видели, там само тело движется и вперед, и назад. А при наличии уже управления по ускорению более плавно можно управлять. Так что здесь чередуется фаза движения вперед и фаза покоя. Ну вот это простейшие такие соображения. Вот здесь один из таких капсульных роботов, который движется, внутри имеется соленоид, в нем находится металлический сердечник. И подавая электрический ток, мы осуществляем вот эти внутренние перемещения внутреннего элемента относительно тела. И тело движется по плоскости. Ну вот другой объект, ну вот один из капсульных роботов для движения в трубах, разработанный у нас в институте, в лаборатории робототехники. Сейчас она возглавляется болотником Николая Николаевичем. Вот это один из таких образцов. Ну вот это еще один пример такого движения. Вот эта тележка, у нее нету активных колес, а есть вращающиеся маховики с эксцентрически насаженными массами. И за счет перемещения этих масс система может двигаться по плоскости, ну вот за счет этого внутреннего движения, при наличии сухого трения, конечно. Вот это разработка из Курска профессора Яцуна, который использовал эти же наши идеи. И вот там тоже имеются такие вращающиеся маховики, на которых насажены эксцентрические массы. И эти оси маховиков образуют некий угол, то есть они не параллельны. И за счет этого происходит некоторое внутреннее перемещение масс, которые позволяют системе двигаться. Ну вот, в частности, может это движение быть и внутри трубы. Вот на правом рисунке. Попробую сейчас оживить так. Вот. Вы видите, что эта система движется тоже таким образом. Ну, несколько слов о теории таких движений. Вот одномерные движения. Если мы рассматриваем систему при наличии сухого трения, ну здесь имеются в виду, вот здесь имеются в виду просто точки, это производные, это перемещение всей системы, это относительное перемещение внутренней массы, а вся система находится на горизонтальной плоскости, действует сухое трение, и вот есть некие ограничения. Одно из ограничений заключается в перемещении внутренней массы. Оно стеснено какими-то размерами, и может находиться вот это перемещение к Си. Ускорение относительного движения W ограничено, но оно должно быть достаточно большим, чтобы преодолеть силу трения. Ну, а μ – это отношение масс, внутренней массы ко всей массе системы. Ну, вот для этой системы записаны нормализованные уравнения, они сводятся вот к такой простому уравнению. Ускорение является управляющим фактором, и есть ограничения, о которых здесь я говорил. Граничные условия. Мы рассматриваем задачу о периодическом движении такой системы, при котором скорость меняется периодически, а внутренняя масса тоже совершает периодическое движение внутри полости, и задача заключается в том, чтобы найти такое изменение ускорения, при котором будет максимальная средняя скорость. Вот средняя скорость – это фактически отношение перемещения за период к величине периода. Вот эту величину мы хотим максимизировать за счет выбора относительного ускорения, которое ограничено и кусочно постоянно. Здесь мы упрощаем немного задачу. Ну вот здесь решение этой задачи. Не буду останавливаться, я сейчас на графике покажу это. Ускорение меняется кусочно постоянно, как видно вот отсюда, ускорение относительное. Скорость имеется зоны покоя, как я уже говорил, и зоны движения. Ну вот если мы еще раз видим, это как раз случай управления по ускорению, когда зона покоя чередуется с движением вперед. А вот как выглядит график. Вот это относительная скорость. То есть мы сначала движемся так, чтобы основное тело стояло, вот эта зона покоя. Потом есть фаза движения более быстрая. Здесь тело движется вперед. Вот это его график изменения скорости. Потом опять зона застоя. То есть активное перемещение и зона застоя. Вот все из чего состоит период этого движения. А это относительная скорость. То есть мы сначала движемся вперед. Вот в этой точке мы доходим до правого. У нас скорость обращается в нуль. То есть мы приходим в правую точку и начинаем движение назад. Вот это движение относительно на относительное движение. Таким образом, ну вот здесь вычислены оптимальные параметры. И можно, если у нас имеется какое-то заданное суммарное перемещение, то мы можем разбить его на участки. И пользуясь тем, что мы знаем закон изменения скорости, который дает максимальную среднюю скорость, мы можем так распорядиться вот этими участками, чтобы достаточно быстро переместить весь объект из точки в точку. Это все одномерные движения. Но нам бы хотелось также управлять в плоскости, то есть управлять двумерным движением. Как такой робот может двигаться по плоскости? Ясно, что мы знаем, как двигаться по прямой, но мы хотим делать и повороты, и двигаться по плоскости. И вот для этого я рассмотрел такую задачу. Вот имеется твердое тело, П, на котором находится подвижная внутренняя масса Ку. Вот это тело опирается на три точки. Это точки опоры. В них действуют нормальные реакции и действуют, естественно, касательные силы трения. Вот они подчиняются закону Ньютона. И точечная масса, которая движется здесь, по этой плоскости, она снабжена актуатором, то есть двигателем, и может перемещаться в этой плоскости. Я иногда в шутку называю эту задачу задача обезьяна на рояле. Почему обезьяна и почему рояль? Рояль – это объект, который покоится на трех точках. И это как раз тот случай, когда система статически определима. И рояль не зря, так сказать, такой важный музыкальный инструмент, как рояль, у него три точки опоры, потому что он должен быть статически определим. И у него есть такие рояльные колесики, ну вот подобные тому, что мы видим здесь. Но здесь четыре точки, а у рояля три точки опоры. И, значит, рояль должен двигаться в плоскости, и мы хотим переместить его из одной начальной позиции в другую позицию, изменив его ориентацию и приведя в заданное состояние. Как это сделать с помощью одной подвижной массы, некой обезьяны, Ку, которая может перемещаться по поверхности рояля? Ну вот такую задачу хотелось рассмотреть. И вот, значит, что получилось. Обозначим через В и В ускорение, скорость и ускорение относительные, скорость и ускорение нашей обезьяны на плоскости рояля, извините. И рассмотрим, ограничимся следующими модами движения. Во-первых, медленное движение. Если точка Ку движется достаточно медленно, то есть с малой скоростью и малым ускорением, то рояль может быть и неподвижен. Это одна из мод движения. Второе – это вращение точки Ку вокруг центра масс рояля С. При таком достаточно быстром вращении рояль будет поворачиваться, но при этом его центр масс тоже будет смещаться. Но важно, что мы можем таким образом управлять ориентацией. И третье – это прямолинейные движения точки Ку по одной из прямых, соединяющих центр масс нашего тела с точками опоры. Это вид сверху. Вот точки А1, А2, А3. Если точка Ку движется строго по одной из этих прямых, то, как показывает нехитрый расчет, моменты сил трения, приложенных в точках А2 и А3, уравновешиваются. И движение рояля происходит вдоль этой же прямой. То есть, если, повторяю, если точка Ку движется строго по одной из этих прямых, то и рояль движется в этом же направлении, строго поступательно по этим направлениям. Вот, воспользуясь этими тремя модами, мы можем составить уже движение системы. Вот такое возможное движение. Система точка Ку имеет две степени свободы. И для того, чтобы перевести тело изначального состояния в конечное, можно сделать следующее. Во-первых, совершить вращение и таким образом установить нужную ориентацию рояля в плоскости, а потом осуществить два прямолинейных движения, которые будут соответствовать поступательным перемещениям рояля. И таким образом эти поступательные перемещения позволят нам перевести его в заданное положение, не меняя ориентации. Таким образом, кое-где между этими движениями нужно вставить еще медленные фазы движения, о которых я говорил. И таким образом мы можем осуществить перемещение. Это будет управляемое движение. Ну, а можно даже ограничиться одной степенью свободы. То есть тот случай, когда обезьяна должна двигаться по предписанной кривой и никуда не отклоняться от нее. Спрашивается, может ли она осуществить перемещение. Оказывается, может. Для этого кривая, по которой она движется, должна содержать два участка по двум прямым ориентированным, которые исходят из центра масс и направлены в одну из точек опоры, и должна содержать некий криволинейный участок, ну, например, дугу окружности вокруг этого центра масс. И тогда мы умеем и вращать, мы можем создать нужную ориентацию и можем осуществлять и поступательные движения, пользуясь вот этими участками. А между ними мы можем всегда иметь медленные движения, при которых точку можно перегнать в любую точку на этой кривой, на этой кусочно, так сказать, ломаной кривой и таким образом осуществить нужные движения. Таким образом, вот, показана управляемость тела при помощи подвижной массы. Значит, и она может быть достигнута, даже если эта подвижная масса обладает всего лишь одной степенью свободы относительно тела. Ну, вот другой вариант такой же задачи, такого же решения, такой же задачи, вот здесь представлен. Вот здесь показан тоже этот рояль, но в данном случае он взят в виде равностороннего треугольника. На нем имеется ротор, вращающийся вокруг точки B, то есть некое симметричное тело, которое может осуществлять вращение. Вот это одна степень свободы управления. А вторая – это перемещение такой же материальной точки Q вдоль одного из радиусов этого вращающегося ротора. Таким образом, здесь две степени свободы – вращение и перемещение по радиусу. И вот как можно осуществить в данном случае это перемещение. Если нам нужно перегнать наш рояль из одной позиции в другую, то мы можем пользоваться сначала вращением нашего ротора и добиться нужной ориентации, потом произвести трансляцию, то есть поступательное перемещение, и потом еще одну ротацию, которая приведет систему уже в окончательное положение. Ну вот здесь небольшая анимация, которая показывает вот все эти фазы движения. Вот вы видите, сначала идет вращение, и причем каждое из этих движений здесь – это одномерные движения, то есть сначала чистое вращение, при этом мы добиваемся нужной ориентации, а само вращение происходит так, как я показывал для одномерного случая, то есть там есть фазы покоя и фазы движения. Теперь пошла вторая часть – поступательное перемещение, то есть мы перемещаем рояль вдоль прямой, это поступательное движение, оно делается точно так же, как в одномерном случае, здесь есть фазы движения и фазы покоя, и в конце концов мы добиваемся того, что центр масс придет в нужное положение. Вот эта красная точка, центр масс совместится с зеленой точкой, с заданным положением в конце. Значит, таким образом, из трех, вот мы сейчас этого добились, теперь мы останавливаем и начинаем вращение ротора опять, и за счет этого вращения мы путем тоже нескольких фаз и покоя, и движения мы можем осуществить нужное перемещение. Таким образом, здесь тоже имеется управляемость этой системы, так же, как и в том случае, и есть некий способ управления, конечно, он не оптимален, но он использует какие-то элементы оптимального управления, о которых я говорил в начале. Теперь, это шла речь об управлении телом при наличии сухого трения. Ну, в ряде случаев интересно посмотреть, как можно управлять движением при отсутствии каких бы-то внешних сил. Когда это может быть важно? Во-первых, если мы рассматриваем такой робот, капсульный робот, движущийся по плоскости, то его движение можно составлять из прямолинейных участков и поворотов. И каждый поворот, он относительно быстро может происходить. То есть в том случае, когда мы рассматриваем поворот, мы можем игнорировать внешние силы и учитывать только взаимодействие самого тела с внутренней массой. Конечно, это некое приближение, но эта задача имеет еще и другое значение. Мы можем рассматривать движение в отсутствии внешних сил для космического аппарата, когда мы интересуемся его управлением, его ориентацией. Поэтому эта задача имеет определенный смысл, и я ее хочу сейчас кратко рассмотреть. Значит, в чем заключается постановка задачи? Имеется твердое тело Па5, имеется подвижная масса Ку, и центр масс тела обозначен буквой С, а это центр масс всей системы, состоящей из тела и подвижной массы. Вот эта декартовая система Х1, Х2, Х3 – это система главных центральных осей инерции твердого тела, жестко связанная с твердым телом. Внешних сил нет. Вот эти странные знаки обозначают просто точку. Так что, пожалуйста, пусть это не пугает вас, это просто производные по времени. Значит, система в начальный момент находится в покое. Следовательно, ее центр масс будет всегда в покое. Это одно соотношение. Дальше. У нас имеет место закон сохранения количества движения или импульса, потому что у нас внешних сил нет. И имеет место закон сохранения момента углового. Так что из этих трех уравнений мы можем вывести вот такое результирующее уравнение, одно векторное уравнение, которое описывает движение всей системы. Здесь тензор инерции твердого тела фигурирует. Масса этого твердого тела, его угловая скорость, это относительный радиус-вектор точки относительно твердого тела, R. А это его производная. Тоже в системе координат, связанной с твердым телом. Имеет отношение подвижной массы, вспомогательной к массе всей системы. Ну вот, рассмотрим сначала плоскую задачу. Плоская задача, когда у нас имеет место движение в некоторой плоскости, и мы хотим, тут вводим некоторые безразмерные величины, и нас интересует повернуть твердое тело на заданный угол в плоскости. А что касается положения точки, то мы можем это положение описывать координатами x, y. Ну вот эти уравнения, они выглядят тут как-то запутанно. На самом деле это очень простые уравнения. x с точкой равно u, y с точкой равно v. И третье уравнение φ с точкой, это, тут оно, в общем-то, уже читабельно вполне, это уравнение поворота твердого тела вокруг оси, проходящей через центр масс. Мы рассмотрим три задачи параллельно, они похожие, отличаются вот чем. В задаче 1 мы задаем начальное положение точки и, естественно, начальную ориентацию тела. В конечный момент мы задаем тоже положение точки и ориентацию тела, то есть оно должно быть повернуто на угол альфа. Задача 2 отличается тем, что в конце мы не предписываем... Извините. Да, сейчас найдем. В задаче 2 мы задаем только начальное положение тела и считаем, что конечное положение свободно, то есть x, y к конце, какие получатся. А угол поворота тела, конечно, задан. И, наконец, третья задача промежуточная, в которой задается одна из координат в конце, а вторая свободно. x задается, а y, скажем, свободно. Ну и угол поворота задан. Задача на оптимальное быстродействие, то есть за кратчайшее время осуществить этот поворот. Ну вот эта задача... Тут еще одна досадная печатка. μ – это наше отношение масс. И мы вначале предполагаем, что оно мало. Здесь написано равенство, что, конечно, абсурдным является. Вот таких три задачи. Если отношение масс мало, то тогда эта задача упрощается. Мы видели там, что у нас имеются знаменатели некоторые слагаемые. В случае, когда μ – малого, эту нелинейность можно опустить и решить задачу в предположении, что μ очень мало. Тогда эта задача сводится к известной вариационной задаче, решение которой давно найдено. Это задачи Дидоны. И там траекториями являются дуги окружности. А оптимальное управление является вот такими тригонометрическими двучленами простыми. Ну вот это оптимальное управление. И задача оптимального быстродействия при заданной скорости относительного движения. То есть наша точка Q движется заданной скоростью относительно тела. И мы хотим, пользуясь оптимальным движением, повернуть само тело на заданный угол. Вот в случае, когда μ – малого, задача эта решается, вот как я сказал, в явном виде, простыми формулами описывается. И мы можем… Ну, я не буду, может быть, останавливаться на расчетной части. Значит, она сводится к решению некоторого простого трансцендентного уравнения. Все это в аналитическом виде может быть представлено. Также есть задача 2 и задача 3. Я покажу некоторые примеры. Некоторые примеры. Вот одна из таких траекторий, дуга окружности, когда заданы начальные и конечные точки. Ну вот, решение может быть не единственное в том случае, если… Значит, решение может быть в некоторых случаях не единственное. Вот это случай, когда мы имеем множество траекторий. Все траектории заданного радиуса, они дают один и тот же угол, угол поворота твердого тела. Ну вот это решение задачи 2, когда конечная точка не задана. Ну, там тоже может быть случай не единственности оптимального решения. Ну, тот случай, о котором я говорил, простое решение, оно основано на этом предположении, на малости параметра. Однако его можно подправить и построить такое решение, при котором будут точно удовлетворены все краевые условия, однако это решение уже не будет оптимальным. Хотя оптимальное решение в случае произвольного μ, построено было моим коллегой и учеником Шматковым Антоном Михайловичем. Это тоже опубликованный результат, но решение получается в эллиптических функциях и довольно трудно с его помощью удовлетворять краевым условиям. То есть оно получается довольно тяжелым. А если мы пользуемся все-таки траекториями в виде дуга окружности, и учитывая, что μ на самом деле это, в общем-то, малая величина, и интерес представляет задачу в том случае, когда эта вспомогательная масса все-таки она мала по сравнению с массой всего объекта, робота или космического аппарата, тем, что мы хотим управлять. Поэтому мы пользовались вот в основном решениями, основанными на дугах окружности. Ну вот некоторые расчетные данные вот показаны. Вот как отличается точное решение от приближенного. Ну, оно небольшое. Вот здесь, например, μ, одна десятая, то есть довольно большое уже значение μ. Все равно разница не очень значительна. Ну, вот когда μ даже две десятых вот в этом примере, ну, вот видите, разница тоже довольно-таки не очень большая, и в том числе и по времени. Вот время отличается на какие-то проценты. Если мы хотим осуществить трехмерное движение, то есть мы хотим осуществить переориентацию, скажем, космического аппарата с помощью внутренней подвижной массы. Как это можно было бы сделать? Для этого требуется, можно, например, поступить так, осуществить три поворота вокруг трех осей, главных центральных осей, вот как здесь показано. Один, вот начиная с этой точки, делаем один, одно движение, осуществляем поворот вокруг оси Х1, потом по другой дуге, тоже дуги окружности, и по третьей дуге. Ну и каждый раз мы пользуемся вот таким оптимальным решением, о котором шла речь выше. Здесь как раз используется задача 3, когда одна из координат в конце фиксирована, она лежит на оси, а вторая может располагаться в любой точке оси. Вот, например, при первом повороте мы из этой точки должны попасть на ось, вот на эту ось. А куда мы попадем, это не играет большой роли. Поэтому как раз здесь из тех задач, о которых я говорил, вспомогательных задач 1, 2, 3, здесь задача 3 работает. Ну вот здесь некая анимация, которая... Извините. Попробуем так. Вот видно, подвижная точка начинает, красная начинает движение, осуществился первый поворот, сейчас идет поворот вокруг другой оси, вот он закончился, и, наконец, поворот вокруг третьей оси, и наше тело пришло в заданное положение. Вот тот параллелепипед, который вы видите, он не означает, что точка обязательно внутри него. Этот параллелепипед просто помогает нам понять ориентацию всех осей. Ну, несколько еще слов. У нас еще несколько минут есть, да? Еще несколько слов вот о чем. Оказывается, что весьма удобно осуществлять движение, когда оно начинается и заканчивается в центре масс тела С. Вот внутренняя точка Q осуществлять будет движение по окружности, проходящее через центр масс тела. Сначала рассмотрим плоское такое движение. Вот предположим, что мы сделаем полный поворот вокруг некоторого центра С, заданного радиуса Р, и мы хотим, чтобы тело повернулось на заданный угол. Ну, вот оказывается, что... Вот расчет очень простой, он здесь приведен. Вот оказывается, что если ПСИ – это угол вдоль траектории нашего круга, по которой движется материальная точка, а угол ФИ – это угол поворота тела. Значит, если мы хотим, чтобы полный угол вращения тела составлял дельта ФИ, то вот он задается вот этой формулой, где А – это некий коэффициент, связывающий отношение масс радиус того круга, которым мы заставляем двигаться точку, а и момент инерции. Вот таким образом мы можем осуществить движение такое, чтобы было несколько поворотов в точке по кругу. Если количество поворотов – N, то тогда, естественно, у нас получается, что мы можем радиус сделать поменьше. Если мы хотим, чтобы наша внутренняя точка оставалась в небольшом радиусе, то есть у нас стеснено, допустим, движение внутренней массы, это естественно, то мы можем радиус выбрать достаточно малым. Вот здесь формула. И видно, что если N взять достаточно большим, параметр дельта становится малым, и радиус, естественно, также будет уже таким малым, какой нам будет нужно. Ну вот за счет того увеличения количества поворотов. Ну вот еще одна анимация. Здесь показано уже несколько поворотов. Вот один круг совершен, второй, три круга вокруг этой оси. А теперь вокруг другой оси пошло вращение. Тут, по-моему, два поворота будет, и мы на этом успокоимся. Ну вот, заканчивая доклад, я тут некоторые заключения написал, ну что мы анализировали вот такие движения, в некоторых случаях нашли оптимальные, оптимальные траектории, некоторые из случаев близкие к ним. И возможные приложения, о которых я говорил, это, во-первых, капсульные роботы, во-вторых, это управление ориентацией различных движущихся объектов, в том числе космических аппаратов, у которых это наиболее, естественно, считать приемлемым для таких систем. Спасибо. Спасибо. Имеются ли вопросы? В первой части Вашего сообщения, внешнее воздействие тела с внешней средой – это сухой тренинг, а вот в случае вязкого тренинга… Тоже рассматривался. Он рассматривался, и результаты такие были, опубликованы были. Там тоже все это возможно и рассчитано. Что там интересно? Что если трение вязкое, линейное по скорости и изотропное, то есть при движении вправо и влево одинаковые коэффициенты, то управлять невозможно системой. А если имеется анизотропия, что всегда почти есть, то есть нос и корма, в общем-то, имеют разную конфигурацию, тогда коэффициенты сопротивления даже при линейном сопротивлении разные. В этом случае тоже возможно управление, и можно оптимизировать его. Ну а когда квадратичное трение, то даже в случае одинаковых коэффициентов для движения вперед и назад, все равно можно добиться перемещения в нужном направлении за счет управления внутренней массой. Ну, при квадратичном сопротивлении это возможно. Имеются ли еще вопросы? Я хотел спросить, вот в первой части рассматривались такие просто кусочно-линейные движения. Это для упрощения формул или в этом есть какая-то оптимальность? Кусочно-линейные в каком смысле? Вот в графике движения, скажем, скорость менялась линейно. Да, я рассматривал случаи, когда мы обладаем ограниченным ускорением и можем придавать ему постоянные значения. То есть мы рассматриваем случаи кусочно-постоянных ускорений. И нашли наилучшее в этом случае. Рассматривались и более сложные задачи. И там оказывается, я сейчас не берусь за общий случай отвечать, но в основном оказывается, что всегда имеются именно эти такие же случаи. То есть управление либо находится на границе возможного, либо оно соответствует особым режимам, в которых тело стоит. Так что это, в общем, близко к оптимальному. Имеются ли еще вопросы? Пожалуйста, сейчас я дам микрофон. Вопрос о том, в реальности, когда это все изготовлено в металле, вот эти грузы приводятся в действие каким-то механизмом? Ну, если, например, вот в тех задачах, которые вы видели в начале, там приводились эти экспериментальные образцы, механизм такой. Значит, либо это электромагнитное взаимодействие. Вот, например, за счет таких электромагнитных взаимодействий у нас такие роботы сконструированные, которые могут перемещаться внутри труб. Они осуществляют движение за счет электромагнитных сил взаимодействия соленоида и сердечника, которые относительно ее движутся. В некоторых случаях это может быть вращающиеся маховики. То есть тоже, но обязательно, конечно, должен быть какой-то привод. То есть должен быть актуатор, который осуществляет движение. Ну вот я просто видел, и вы, наверное, тоже это видели, что некоторые космонавты показывали, что вот он берет пылесос, включает его, и пылесос за счет реакции пылесоса человек, сам космонавт, перемещается относительно кабины. То есть можно разными способами осуществлять перемещение объекта внутри тела. Ну, конечно, для этого обязательно необходим источник энергии, необходим какой-то привод. Обязательно. Так вот теперь у меня вопрос. Если привод во втором случае связан с каким-то механизмом, динамика реальных машин, реальных машин, она крайне сложна. И вагнажаны могут иметь и полюса, и все, и все. Тогда как-то, может быть, все это резко осложнится, если мы будем учитывать все эти, все эти реальные машины. Совершенно верно. Значит, конечно, в более точном рассмотрении требуется учитывать динамику того привода, который мы используем. Значит, конечно, такая идеализация привода, что он дает постоянное ускорение, или что он дает постоянную скорость, что в некоторых случаях приемлемо, но это, конечно, приближение. А если рассматривать более точно, нужно, конечно, описать уравнение того электрического или какого-то другого привода, с помощью которого мы приводим движение это тело. Но, однако, факт остается фактом, что такое управление возможно, и тем самым мы можем управлять движением тела за счет внутренних движений. Спасибо. Еще ли, имеются ли еще вопросы? Если нет, предлагаю поблагодарить. АПЛОДНИКи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ